Доброго времени суток! С вами Йети. В этом видео я поделюсь с вами своим мнением по поводу базовых движений и изоляции на сушке. Какой тренировочный принцип для нас будет более выгоден? Составлять весь тренировочный объем из изоляции или из базовых движений? В каком соотношении? Начну с того, что на массонаборе я практически все строю на изолированных упражнениях. То есть 70-80% объемов тренировки строится на изоляциях и только 20-30% на базовых движениях. С базовых я начинаю и далее я прорабатываю уже мышечные группы изолированно. Так практически на каждую мышечную группу приходится сначала одно базовое и примерно 3 или 4 изолированных упражнения. На сушке же все обстоит по-другому. Наоборот, я делаю 70-80% базовых движений и 20-30% изоляции. Сейчас в принципе объясню в чем суть. Элементарно, все очень просто. Базовые движения тратят больше калорий. Соответственно, поэтому для нас выгоднее будет использовать базовые движения на сушке. База для всех людей, это пошло с пауэрлифтингом, это тяжелые упражнения, на самом деле это не так. Те, кто не знают, базовые движения это все, в которых задействуются два сустава и более. То есть их считают базовыми, неважно там какое количество повторений вы делаете. В базовом движении можно использовать и 15, и 20, и более. Говорю для тех, кто не осведомлен, опять же. То есть, я могу, предположим, взять скамью скотта и прижать плечо и делать бицепс. В таком случае задействуется один сустав, это изолированное упражнение, и оно тратит минимум калорий. Участвует только бицепс, статически может быть напрягается еще предплечье, но это не суть важно. Калорий в любом случае тратится в разы меньше, чем при каком-либо базовом движении. Поэтому для разнообразия тренировочного процесса я использую наоборот. Вот, базовое упражнение, и в конце я делаю одно примерно завершающее изолированное, просто пампинг. Таким образом сжигается больше калорий. Опять же скажу, что это не на протяжении всей сушки идет. То есть до завершающей стадии, практически уже до стадии прожимки, можно идти на базовых движениях. Можно их спокойно делать, опять же уменьшить рабочие веса, увеличить количество повторений и получать свою пользу в плане жиросжигания. То есть это основной момент. Поэтому я стараюсь все упражнения заменить на базовые. И вот такой простой вывод следует из всего этого. В базовых движениях задерживается больше суставов, больше мышечных групп, соответственно тратится больше калорий. Но при этом мышцы, естественно, получают такую же практически нагрузку. При этом у нас работает гораздо больше мышечных групп, соответственно тратится больше калорий. Следовательно, нам не нужно сильно ужиматься по питанию и делать огромное количество кардио. Потому что калории, они так и так будут тратиться в большем количестве, чем если сохранять весь свой тренировочный объем по тому же принципу, как на массонаборе. То есть делать больше изоляции и меньше базы. Поэтому я считаю, что нужно в бодибилдинге действовать наоборот. В период массонабора использовать минимальное количество базовых движений, максимальное количество изоляции, чтобы нормально проработать мышцы. Чтобы дать им тот или иной стимул. Но на сушке же вы, как правило, мышцы очень сильно вырастить все равно не сможете. Да, они там будут на миллиметр увеличиваться. То есть будут качественные приросты просто за счет того, что у вас идет проработка. Но, во-первых, вы не можете растить силовые. Соответственно, стимул для роста мышц будет все равно меньший. И поэтому заморачиваться не стоит. Нужно учитывать только то, что вы зато можете потратить большее количество энергии. И, соответственно, сжечь больше жира. Используя базовые движения. Поэтому лучше построить все, исходя из большого количества базовых движений и меньшего количества изоляции. В принципе, на этом все. С вами был Йети. До новых встреч.